Жительницы поселка Якорная щель обеспокоены не на шутку. В советские времена там было образовано подсобное хозяйство, где их родители получили дома барачного типа от санаториев МВД «Салют» и «Искра» в безвозмездное пользование. Позже на общем собрании предкам выделили и землю. Семьи разрастались и строили на участках новые дома, в которых их потомки живут до сих пор. Однако в период развала СССР наследникам удалось приватизировать лишь бараки. А вот придомовые участки оформить не удается. Земля федеральная и числится за Министерством внутренних дел. Давали каждому кому сотка, кому полторы, кому пять. И каждый пристраивал к ней, что может, кухню, дровянник, кто-то кур держал. Прошло 70 лет. Кто-то построил дом, кто-то построил гараж. В 2014 году мы уже получили повестки в суд о том, что все незаконные строения будут снесены. А из законных у всех две либо одна комната с печным отоплением и ничего более. В непростом положении оказались порядка 150 жителей подсобного хозяйства, которые не раз обращались за помощью в инстанции разных уровней. Однако вопрос принадлежности трех гектаров земли по-прежнему остается открытым. Несколько лет назад был запущен процесс передачи домов на баланс муниципалитета. Однако сейчас за городом числится лишь одно из 16 строений. Они не были оформлены должным образом. И сегодня в силу передачи от одного ведомства к другому возникли проблемы и угроза утраты ими вот этих вот наделов. И мы по этому поводу вступили в контакт с руководством санатория «Искра» и в дальнейшем с Министерством внутренних дел. Константин Затулин направил официальный запрос на имя замминистра внутренних дел Виталия Шулики, в котором просил рассмотреть возможность формирования придомовой территории с последующей ее передачей жильцам. На приеме граждан решались и другие вопросы. Защита зеленых зон от неконтролируемой застройки, жилищные проблемы и жалобы сочинцев на работу в социальной сфере. Всего же в приемную Константина Затулин обратились более 20 человек.